МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами Елена Набокина и Юрий Зайцев. АПЛОДИСМЕНТЫ Назовите тверетянина козлом, и он не обидится. Ведь для местных звание «Тверской козел» очень даже почетное. Козел – это вожак стада, тот, кто ведет за собой. Жизнь тверских музеев редко появляется в общероссийских изданиях. Но буквально несколько месяцев назад интернет пестрил информацией, что в Твери открылся музей козла. Больше музеев, хороших и разных. Сам факт создания музея мы обсуждать не будем. Но вот символ нашего города, наверное, обсудить стоит. Тверской козел – оскорбление или повод для гордости? Об этом мы поговорим сегодня на нашем ток-шоу. Итак, представляем наших экспертов. Директор «Тверь Госфильма фонда» и поэт Иван Демидов. Психолог Юрий Рыльский. Астролог Наталья Смирнова. Алексей Селиванов – участник и лучший КВНщик города. И, конечно, директор музея Тверского козла Владимир Лавренов. Владимир, я смотрю, вы пришли не один, а вот с таким гостем-франтом. Расскажите, покажите нам, пожалуйста, будущий символ 2015 года. Ну, это бренд нашего музея, потому что козел в культуре вообще дореволюционной исторической России – это щеголь. Это человек, который мог с особым щегольством носить не только ботинки, но вообще быть одетым так, что его встречали, что это настоящий козел. Для чего городам, регионам нужна символика, символы? Что это такое? Какой в них смысл? Символ – это в первую очередь какая-то визитка города. То есть у нас, вот даже если брать Тверскую область, я лично сам родом со Старицы, у нас символ, герб города – это старушка с клюкой, поэтому называется Старица. История такова, что когда монголо-татары в очередной раз сожгли город и войска Руси пришли в город, то первая навстречу им вышла единственная выжившая – это вот как раз бабушка с клюкой. То есть Старица, поэтому изображена Старица, да? Да, но опять же тут не все гербы, не все символики, мне кажется, уместны даже существующие сейчас геральдики, как это правильно назвать. Иван, а вы как думаете, зачем нужны вообще символы людям? Да, дело в том, что они нужны, они просто исторически складываются. То есть, допустим, если Тверские козлы, Владимирские богомазы, Вятские люди, Хватские, это в принципе, это, в общем-то, отражение внутренней сути тех людей, которые проживали на этой территории. Это уже просто, вот хочешь не хочешь, это на самом деле, о чем коллега сказал, что визитная карточка, она и есть. А какая польза от них, от символов-то от этих? Вы знаете, какая штука? Один раз увидеть, лучше, чем сто раз услышать. Визуальный ряд, если мы вот включаем Тверской козел, мы его сразу представляем, как-то он запоминается. И в любой, в туристической деятельности еще. Ну, о козле мы еще поговорим. Ну, это уже следующий вариант. Давайте о символах. Юрий, вы сталкиваетесь с символами, например, архетипа Юнга? У архетипов тоже есть символы. Но мы часто используем символы и часто используем образы. Ведь это же, по сути дела, каждый день. Это имиджи, это какие-то культуры корпоративные, которые складываются, это какие-то костюмы, значки и так далее. То есть, это все символы, под которыми люди... Ну, для чего они нужны, эти сами символы? Они создают историю свою, они создают какую-то сказку, миф очень часто о том, кто мы, зачем мы, что мы делаем, там, наша миссия, так сказать, что мы тут планируем делать, зачем мы вам полезны. Если я о современных символах говорю... Владимир, вот вы историк. Как историк? Зачем символы нужны с точки зрения истории? Мне кажется, лучше всего сказал об этом академик Сергей Сергеевич Аверинцев. Он сказал, что история человеческой культуры – это история символики. Поэтому символ – это культура, в первую очередь. А без культуры, как вы понимаете, человеку жить невозможно. Он тогда не человек. Несколько лет назад мы выбирали на телевидении, помните, телеканал «Россия» – имя России. И чуть ли не вся страна проголосовала за Сталина, да, там определенные инсинуации произошли, выбрали, если не ошибаюсь, Александра Невского. Но вот такой символ. Не стоило ли чуть-чуть подождать, что символ действительно должен объединять как можно больше народу? Действительно, подождать и выбрать действительно достойный символ. Вот ваше мнение. Не всегда. Есть понятие официальных символов. Это герб, флаг, это гимн, это, может быть, государственные награды. Но они все равно разделяют людей, например, по политической... Ну и для чего тогда нужны эти символы? Но есть символы, которые на уровне местом объединяют людей. Это там то, что мы называем региональная символика. Это герб, флаг регионов. Ну вот еще один пример. Недавно были выборы. В интернете голосовали за растения, представляющие Тверскую область. Сначала выбрали никому неизвестный бересклет, потом переголосовали, выбрали яблоню, наверное, потому что других деревьев не осталось. Но вот как вы думаете, яблоня, как она объединит всех тверетян? Ну я считаю, что в этом смысле это неудачный, на мой взгляд, как человека, занимающийся геральдикой профессионально, я считаю, что это неудачный символ для Тверской области. Потому что все-таки это ближе к Казахстану. А остальные эксперты? Да, вот в плане вообще выборов всех вот этих, мое мнение, я считаю, что в принципе это незачем. Ну вот мы выбрали яблоню. Лично я услышал от вас, это впервые, что выбирали яблоню или что-то. Ну про символы России знай, потому что по центральным каналам все вот эти символы, они имеют такой, знаете, характер. Ну вот он есть и есть, да. Может это какая-то память, история. В современном обществе все вот эти символы, это по сути пиар-ход. Все знают символ Сбербанка, все знают там еще какие-то символы. То есть это пиар-ход, то есть с помощью этого человек запоминает ту или иную фирму и уже у себя в подсознании формирует. Вот у них... То есть символы превратились в бренды? Да, да, так и есть. Наталья, а вы что скажете по символу? Они вообще влияют на жизнь и судьбу людей? Символы, безусловно, очень влияют на жизнь людей и во все времена символы всегда сопровождали человека в повседневной его жизни. Потому что один символ или какой-то образ стоит в себе более широкую расшифровку. И для того, чтобы скрыть вот этот весь смысл. А как же тогда свастика? Может ее тоже стоит разрешить? Одно дело, когда, знаете, свастика используют в народном костюме, аутентичном той эпохе. Или, например, на носовом платке, который не выполняет геральдических функций. Можно сморкаться сколько хочешь. Но как только ты этот знак используешь на предметах, которые выполняют функцию представления и обозначения, ты вступаешь в столкновение с уголовным кодексом. Поэтому здесь надо просто, опять же говорю, знать культуру. То есть уголовный кодекс идет против культуры, да? Потому что свастика, она же и индия. Нет, 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 еще раз говорю. Все, что связано с политикой и с геральдикой, с геральдическим представлением, за которым тянется политический шлейф, это вещь недопустимая. Но все, что связится культурно с культурной традицией, это вполне. Алексей, как вы думаете, культура и политика, стоит ли их объединять или все-таки разрешим? Да их объединять не стоит, но они по жизни все равно постоянно пересекаются, потому что у каждого своя культура. Опять же, если продолжать тему свастики и других, то есть многие символы, они обижают других людей. Мы рисуем что-то, да, думая, что это ничего страшного, да, а человек там где-то в другом государстве, опять же, он обижается на это. Можно какую-то провести аналогию, то есть, да, мы мясо коровы едим, да, в Индии это священное животное. Мы же ничего страшного не делаем, то есть, а для них это вот плохо. То есть, на так же и с символами. Наталья, а в астрологии свастика что-нибудь означает? Нет, в астрологии нет свастики. Главную инструкцию по применению символов дал капитан Врунгель. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. А куда же поплывем мы, называясь тверскими козлами? Об этом мы узнаем через минуту на ток-шоу «За семью печатями». Это ток-шоу «За семью печатями», и мы обсуждаем тему «Тверской козел». Оскорбление или повод для гордости? И мы уже выяснили, что эксперты в нашей студии – вожаки стада. А кто же у нас зрители в аудитории? Наверное, козочки, козлики. Как вам такое обращение к козлике и козочке? Нет, не нравится. Я считаю, это недопустимым. Но почему бы и нет, это же символ нашего города. Я был бы против. Видел ли из вас кто-нибудь козла вживую, пасли его, наблюдал ли за ним в дикой природе? Живя в деревне, видел, что такое козел. Козел – это благородное животное. Что тут можно еще сказать? Не знаю, почему именно тверичан так называют. Легенд существует много. Мы в музее показываем только четыре, потому что невозможно рассказать обо всех. В этом смысле я еще раз повторю, что до 1917 года козел – это исключительно положительное явление и название жителей Тверского региона, связанное с особым щегольством в поведении. Расскажите, пожалуйста, вот эти вкратце четыре легенды нашим зрителям, нашей аудитории, потому что они, наверное, не все знают эти легенды, а многие, наверное, и не слышали. Я могу сказать, что, во-первых, у каждого региона, ну и у каждого в России есть само название. Рязанцы – косопузы, псковичи – скабари, пермики – соленые уши, владимирцы – богомазы, отверские козлы. Козлами их называют издал. Никто не может сказать, по какой причине. Но существует, еще раз говорю, несколько легенд. Вот одна из них, легенда очень красивая, мы называем ее царская. О том, когда Екатерина Великая приехала в Тверь, и ее кортеж задержался, и она прибыла немножко поздно, народ разошелся, и, в общем, она огорчилась. Ну, туда звонили колокольни Спаса Преображенского собора, и она попросила привести этого внимательного и главного терпеливого человека, который дождался ее. Это оказался козел, который запутался рогами в веревках и зазвонил. Говорят, что она с тех пор сказала, ну, козлы. Понятно, что, может быть, эта легенда такая поздняя, но, тем не менее, она отражает вот некий такой вот характер, явление. Вот интересно, если бы она ненормативной лексикой выругалась, нас бы так и называли. Я просто, ну, я категорически, как представитель молодого поколения, я против этого. И вот сидят люди, которые... А вот у нас как раз есть мнение в зале, давайте спросим. А как вариант, например, то, что козлы все время бодаются? Может, они бодались все время с людьми, с другими, их начали так называть? Типа тверские козлы, потому что всегда бодаются со всеми. На самом деле, много легенд существует, а по поводу ненормативной лексики, я думаю, многие изучали историю, знают, что Екатерина Вторая творила в своей жизни, и как она запомнилась не только хорошими делами, но были еще некие дела, которыми Екатерина Вторая также запомнилась. Но это одна из легенд про Екатерину Вторую, где она выругалась на тверетян, а еще остальные три. Она не выругалась, она в этом смысле сказала, как некую такую, вот знаете, потому что в Ярославской области, например, существует до сих пор поговорка, а работает как тверской козел. Поговорка стала, работает упрямо, делает дело качественное и до конца. Все-таки мы упрямые, получается, да? Упрямство в хорошем смысле этого слова. Вот некоторые такой упертости. Потому что нужно всегда говорить об источниках, не просто, знаете, я считаю, потому что. Это, знаете, это уличная такая традиция. Вообще козел, когда мы воспринимаем его вот негативно, это элемент советской криминальной культуры. Никогда, ни в какой стране это никаких отрицательных коннотаций не вызывает. Но в других странах Советского Союза не было. А зачем мы уподобляемся другим странам? Мы, наоборот, хотим вот... Я о России говорю, в том числе, в первую очередь. Можно мне встрять? Значит, суть в следующем. Идет переформатирование сознания. Мы даже сейчас голубой уже оттенок не принимаем как романтичный. Понимаете, какая штука? Тебе когда скажут, что вы голубой рыцарь, да, вряд ли кто-нибудь скажет, да, я голубой рыцарь. Правильно? И вот это с козлом произошло то же самое. А зачем мы смотрим назад? Это против революции общества. Мы должны двигаться вперед. Мы должны двигаться вперед. Давайте, если мы уподобляемся общей, давайте начнем крепостных держать. То есть зачем мы возвращаемся назад? Надо двигаться вперед. Я вообще сторонник того, что... Прошлого нельзя двигаться вперед. Почему? Мы знаем, эта культура, она есть. Мы идем вперед. Мы идем вперед. Давайте заменим все символы на современные. Ну, потому что вы говорите, я сомневаюсь, что вы знаете по поводу культуры и естественной истории. Потому что есть вещи, которые невозможно просто транслировать даже в любой аудитории. Я вам просто объясняю, что с точки зрения молодого поколения употребление слов «тверские козлы» это ненормально в современном обществе. С точки зрения молодого поколения употребление слова «тверь» может кому-то понравиться и ассоциации вызвать очень негативные. Потому что, а что, зачем? Давайте мы переименуемся. А чем негативна «тверь» и «тверь»? Да, чем негативна «тверь»? Да вы что, я знаете, сколько слышал по этому поводу выражений. Я по поводу козла могу сказать. К нам в музей приходят, тут у меня отзывы, например, есть, да, интересно. Мы записываем из разных городов разного возраста. Я не видел ни одного отрицательного возраста, например, отзыва и коннотации отрицательного у детей и у подростков. С какого-то момента у человека, да, происходит вот это первоформатирование сознания, человек воспринимает это негативно. Но у детей, воспитанных на сказках, на мультфильмах, никакого нет отрицательного возраста. Владимир, я вот именно в данном случае здесь с вами не соглашусь. Во скольких я в музеях был и где листал книжки? Ни одного отрицательного отзыва я не видел. Потому что туда идут люди, которые осознанно идут. А люди, которые, ну, я вам расскажу историю, как я узнал о тверских козлах. Я приехал на фестиваль в город Казань, это было, наверное, лет пять назад, и ко мне подходит человек, о, говорит, тверские козлы. Я не понял, я обиделся сначала, ну как так. И ударили его, да? Нет, мы были в аудитории, но хотелось, почему нет, ну как так. Да, он потом, вот я что-то там слышал. Но в современном обществе, да, это слово приобрело новое, новую оболочку. И, соответственно, ну давайте... Это в криминальном обществе, мы живем не в криминальном обществе. Вы пришли устраиваться на работу, например, в другой город. Вы откуда, спрашиваете? Из Твери. О, тверские козлы, вам будет приятно? Неприятно. Я обижусь. Вот она сидит молодой поколений, и она вам говорит, а вы не хотите слушать, вы его не приятны. Вы уперлись в свою... Мы не уперлись, по-моему, уперлись вы. То есть, видите, аудитория говорит, что ей неприятно. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек. Вы связаны с криминальным миром? А можно сюда как раз вернуться? Что связаны, воспитаны в этом смысле, к сожалению. Речь идет о том, что переформатирует сознание. Как раз этот возраст, он уже зацепил, и ребята вот переходят. Вместо того, что козел воспринимают как гордое, своенравное, очень свободолюбивое животное, и на самом деле очень гибкое, и по характеру его, по жизни других животных, баран тупее гораздо, чтобы вы не думали, вот он бык, упертый, сильный, но козел, он олицетворяет и то, и другое, и третье, но умнее, сильнее и лучше всех остальных. Я думаю, как раз мы и спросим у директора музея Тверского козла. Маленькая историческая справка, откуда же все-таки Тверские, но козлы? Вы знаете, существуют, во всяком случае, интересные источники. Мы не знаем, откуда появилось точно такое название. Ну, например, факт исторический, у нас есть копия чугунной маски, которую украшали Тверской вокзал, козлы. Это, в том числе, бронзовая замечательная плита на границе Тверской и Новгородской губернии, на которой изображены два козла и надпись «Тверская губерния». И это датированная вещь началом XIX века. Столб сам взорвали, но школьники в 60-е годы, XX века, фотографировались у столба. И это сохранилось, фотографии. Мы фотографии восстановили это. Кроме того, что очень интересно, все-таки Тверская область единственная среди регионов России, где больше всего названия «козлы», «козлова», «козлова» и так далее. Это, опять же, исторический факт. Почему вы захотели сделать такой музей Тверского козла? У нас козел в музее – это срез мировой цивилизации, в которой отражается техника, технология, история, культура и литература, и мифология. И это интересно, потому что в одном образе заключено все. Нас лет тому назад всем двигали и говорят, «Ребята, давайте новый бренд, ну, слово модное такое придумаем, новый герб области. Давайте сделаем бобра, и он в лаптях будет кататься». Вы понимаете, о чем речь идет или нет? Вот здесь, Владимир Ильич, может пояснить или идиотворить? Нет, про бобра не хочу говорить, потому что это будет оскорбление. Вот это как раз реальное оскорбление, история с бобром. Потому что у каждого символа есть коннотация. А он бы вошел туда? Запросто вошел бы, если бы спросили у народа, потому что народ ничего про бобра не знает. А я как специалист знаю, что бобра нельзя. Потому что бобер – это символ, знаете чего? Трусости. Самое элементарное – трусости. Не только. Здесь вопрос еще связанный. Нет, ну и то, что вот козел, если будем говорить, там мужского достоинства, которое, олицетворение вот этой стороны, ну, будем говорить, не мужского, наверное, правильно, самца как такового, там нет. Бобер со страху отгрызает себе это достоинство и убегает. И мы бы были все с бобром. Можете… Спасибо вам за то, что бобра нет. Давайте будем козлами. Нет, ну, ради бога. Давайте будем козлами срогами. Это ваше право. Нет, в этом смысле никто вас не заставляет быть козлом. Я и говорю про то, что надо совершенствовать гербы. У нас современное общество. Гербы совершенствовать не надо. У нас замечательный гербы. Юрий, Юрий, попробуйте, пожалуйста, примирить ваших оппонентов. Вы понимаете, ведь складывается же разный смысл в это, вот в одно слово козел, правда? И разные субкультуры, и его по-разному как-то на себя примерят и идентифицируют. Если мы речь ведем действительно о криминальной истории этого названия, когда оно было ругательным, да, и оно сейчас остается, и мы говорим, вот это меня ругает, когда меня называют тверским козлом. А всех мужиков ругают. Все мужики козлы, да. Ну, вот эта идентификация, понимаете, вот с этой уже новой субкультурой, которая есть. Вы же можете на это смотреть спокойно и не идентифицировать. Мне кажется, это надо объяснять. Потому что получается, что люди, ну, как бы вот, идентификация вот с чем-то такого рода ругательным. И вот есть история у нас о том, что действительно козел там буквально 150 лет назад, это было совершенно другое. Я предлагаю все-таки спросить у астролога про козла, что это за символ, какие у него положительные или, может быть, отрицательные стороны. Наталья, расскажите нам. Успокойте, может быть. Предстоит будущий 2015 год, год козы, или здесь мы говорим про козлов тверских, но так или иначе, коза, животное очень миролюбивое, очень домашнее, семейное, спокойное, великодушное. Это о положительных сторонах. Также вот очень интуитивное животное, с хорошим чувством юмора. Но из отрицательных сторон это упертый, слишком бывает в отрицательном даже аспекте. А говорят, что это хорошо, упертый, целеустремленный. Козы, люди, рожденные под знаком коз, они часто упертые даже в любых ситуациях. А какой год будет, раз уж мы заговорили про наступающий год козы? Что сулит нам этот год? Мы все будем такими упертыми ходить? Год будет деревянный. Козы – это один из самых мягких знаков, чувствительных. Поэтому людей, можно сказать, подтянет создавать семьи, налаживать отношения, даже… Укреплять экономику. Год будет отличаться тем, что людей потянет на родные свои места. Правильно, за границу ты уже не выйдешь. Вот, кстати, это совпало с этим же кризисом, с санкциями, что за границу. Ну и даже если бы без этих санкций, то люди возвращались бы на места своей родины. Не стоит ли нам относиться к себе чересчур серьезно? И не подводит ли нас чувство юмора? Ведь мы можем ответить за козла своей физиономией и сомнительным имиджем. Это ток-шоу «За семью печатями». И мы продолжаем обсуждать тему «Тверские козлы. Достоинство или оскорбление?» И тема нашей части «Имидж региона». Уважаемая аудитория, подскажите, пожалуйста, поднимите руки, кто из вас знает, кто такой Петр Никитин? Нет. Нет. Так, вы девушка? Нет. Нет? Может, вы? Не слышала. Кто такой Ермолай Камиженков? Не знаю. Что-то слышала, но не помню. Что-то слышала. Вот, друзья, нам есть чем гордиться, а мы гордимся козлами. Не знаю. Список талантливых людей, которые проживали в Твери или приехали, жили здесь некоторое время, можно продолжать до бесконечности. Но все-таки на сегодняшний день в нашей памяти, наверное, остается кто. Ну, Афанасий Никитин, мы можем его вспомнить. А еще Михаил Круг и с этого года «Тверские козлы». Не слишком ли мало этого для позитивного имиджа региона? Один художник из Твери, а в Твери все прекрасные художники, хорошие художники, как-то выставлялся в Москве и сообщил такую новость. Когда он был на открытии выставки, услышал такой разговор зрителей. Один и сказал, надо же, оказывается, в Твери, оказывается, в Твери хорошие художники. Никто не ожидал, видимо, никто не верил, что в Твери есть художники. Юрий, ну почему, оказывается, как нам это перебороть? Что нас теперь будут козлами только считать, а про художников, поэтому давайте мы забудем. Как козел поможет исправить нам имидж. Подскажите нам. Давайте спросите у зрителей, они знают лучше по этому поводу. Или вот у человека, который занимается брендированием. Уподобляемся козлам, давайте, ну почему, вот у нас есть Афанасий Никитин, почему нас не называют тверскими купцами, например? Давайте как-то поменять, поменяем, внедрим. Да при чем здесь магазин? А козел это не только животное, это еще и оскорбление. Все-таки давайте узнаем у наших экспертов, как нам сохранить и сделать привлекательным имидж Тверского региона. Владимир, вот подытожьте, пожалуйста, наш разговор. Как нам козел поможет сохранить положительный имидж? Ну, во-первых, он поможет нам вернуть чувство юмора, которое, мне кажется, утрачено глубоко и не возрождается как-то с помощью, например, других символов. Наталья, ваше мнение, пожалуйста, как нам сохранить с помощью козла имидж хороший? Мы здесь уже затрагивали такое понятие, как форматирование сознания. Я вот хотела бы его тоже применить, что получается, что нужно как раз переформатировать сознание нашего поколения именно сейчас, в это время. Как это сделать? Как говорить о достоинствах тверского козла? Музей вот козлы, да, есть вот козел там, вот рассказывал, да, директор, ну, есть там кран козел называется, еще что-то называется козел. И сделать просто музей козла без употребления Твери. Не надо привязывать... Имидж региона повысить, улучшить. Имидж региона с помощью этого, что вот у нас есть музей козла. Больше историй рассказывать, а вот интересно, в КВН-е какие-то шутки юморные есть по поводу этого? Мне не дали до этого, к сожалению, добраться. Нету, вообще нету. А почему? В Тверском КВН-е 12 лет вообще ни одного упоминания про козлов, потому что я как КВН-щик с 8-летним стажем, я боюсь, например, вставлять шутки, люди не знают об этом. Так может быть, с вас и надо начать не бояться сделать этот шаг, чтобы постепенно и люди привыкли к этим шуткам и воспринимали не так серьезно козла. Вы знаете, когда на кону... Так что, их же бить будут. Когда на кону идет попадание в какую-то там часть финала, одну-вторую, то я боюсь вставлять шутки, которые экспериментальные, да, где-то, может быть, внутри можно попробовать, но я уверен, что их не поймут. Вот как раз-таки начать собрать вот вас, КВН-щиков, всех тверичан, в горсаду собраться и устроить какой-нибудь флешмоб в качестве козла. Как бы ни странно ни говорили, все равно хлеб всему голова. Вот есть такая старинная русская поговорка, пословица, как угодно, но в ней мудрость заключена. Пока у нас не будет разумной и ключевой, хорошей, сильной экономики, мы никак свой имидж не поднимем, потому что мы будем говорить, что мы хорошие, а у нас сами карман пусто. И наоборот, понимаете, и поэтому даже экономика создается на базе тех вот молодых ребят, которые перед нами, это будущее нашей страны, будущее нашей экономики, если они будут своими мозгами доходить и понимать, что козел это не из блатных вещей взятая вещь, а это просто-напросто есть символ определенный, исторически сложившийся в нашем народе, а что ж такого, и ничего страшного в этом не будет. И относиться с юмором, вот по-квеновски к этому, и все нормально, и не думать там, в принципе, потому что не деньги главное. Спасибо, Иван. Вы поняли, что экономика поможет нашему региону. Юрий. Ну, я коротенько. Тут как бы два момента по поводу обид на это слово. У нас бывает такое повышенное чувство собственной важности, и тогда люди начинают отставить какие-то очень сомнительные достоинства и обижаться на самые простые какие-то сравнения. Да, вот, если, так сказать, поуменьшить это, может быть, будет проще жить, с одной стороны. А как поднять, как-то престиж, что ли, или уровень региона? У нас же колоссально хорошая, интересная, мощная история, да? У нас много современного, у нас много всяких промыслов традиционных для этого региона. Ну, почему об этом не рассказывать? Почему с этим не заниматься? Тут же ничего нового как бы нет. Да, и народ почему-то на выставке декоративно-прикладного искусства тоже не ломится. Ну, начинайте, да вот, придумывать какие-то новые формы, чтобы было интересно это видеть, чтобы было интересно этим заниматься. Вот для этого и нужны, наверное, молодые, чтобы это могло бы быть как-то современно. Коротенький вопрос. Что сделать, чтобы улучшить имидж региона, и как нам могут помочь в этом тверские козлы? Ну, можно, правда, провести какие-нибудь мероприятия, чтобы проинформировать людей. Увидел надпись «Музей Тверского козла», приглашаем посмотреть. Ты пойдешь на такое? Пойду. Ты пойдешь. Знаете, мне кажется, надо провести просто Новый год с эволикой козла. Все-таки год, 2015-й, будет год козла. Коль мы называемся Тверскими козлами, получается, 2015-й год, год Твери. Все-таки это все связано. Знаете, я бываю на флешмобах, иногда у нас в Твери они часто довольно проводятся, и на самом деле, благодаря ним иногда можно что-то осознать новое, что-то понять. И вот благодаря этому, мне кажется, можно до людей донести, что козел – это немножко другое понятие вкладывается в тверские козлы. С рогами бегать по трехсвязке? Да, возможно, и так можно. Например, я знаю, что на трехсвязке стояло козел, статуя козла, по-моему, даже деревянная, фотографировались с ним. Ну да, какие-то приколы были, но все равно довольно интересно, весело, да. У нас очень много профессий, и я думаю, пусть каждый придумает какую-то определенную… Например, автомеханик изобретет какой-нибудь вид транспорта в виде козла. Велокозел, да? Велокозел, либо что-то связано с персональным компьютером. И что дальше с ними? И изготовить. Собрать музей вообще. Да, и собрать какой-то определенный общий музей. И с профессией, именно с профессией связанной. А ты, какая у тебя профессия будущая или настоящая? Ну, преподаватель специальных дисциплин. Как ты, козла? Ну, я бы изготовил персональный компьютер из козла, и было бы достойно и интересно. Сейчас очень много моделей различных. Я думаю, у нас на это есть волонтеры, которые могут зазывать людей, чтобы они тоже ходили, например, в этот музей. Я так понимаю, что идея тверского козла вам понравилась? Ну, почему бы нет? Я ничего против этого не имею. Я думаю, если бы все-таки ее применили, ну, то есть она уже есть, то проинформировать бы у людей, что это нормально, а не оскорбление, то вполне было бы нормально. Ну, прежде всего, нужно начать с Нового года, так как это символ 2015 года. И потихоньку, может быть, вводить для детей, для подростков в социальные сети куда-то, может, в шутки, где этот козел будет добрым, там, не знаю, мультфильмы какие-то. Или приглашать на праздников козлов, там, заинтересовать. Ну, я тоже согласен, что надо шире показывать историческое значение, показывать корневую основу всего этого. И, в принципе, это наше все, это родное. Почему бы от этого надо отказываться? Назови хоть горшком, только в печени сажай. Иногда мы относимся к символам слишком символичные. Вот, шутки ради, Тверская область получила символ Тверского козла. И прозвучала на всю Россию. Мы можем спорить, сколько в этом образе традиционного и положительного, но в любом случае, только нам придется отвечать за козла. Это было ток-шоу за семью печатями. Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова